Я приглашаю вас прочитать со мной отрывок из Евангелия от Матфея, 7 главу. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветром, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое. Этот текст взят из Нагорной проповеди Иисуса. Он очень просто говорит с нами об очень важных вещах. Как важно иметь прочное основание. Это тема, которую я хотел бы поделиться с вами сегодня. Нашу жизнь можно сравнить со зданием. Оно возводится из всех тех событий, что происходят в нашей жизни. Иисус говорит, что это здание — Божий проект. Он желает для нас успешной и благословенной жизни, чтобы дом наш был не только красивым, но и стал благословением для других. Здание это должно простоять долгий срок. Это возможно только если у него было заложено правильное, прочное основание. Вы должны взять на себя труд и позаботиться о серьезном фундаменте. Вот о чем говорит Иисус. Нам хочется иметь надежный дом. Никто не может чувствовать себя в безопасности во время бедствий, когда наступают непредвиденные тяжелые времена. Во время тяжких испытаний, как, например, потеря близкого, болезнь или несчастный случай, которые приходят, когда мы не готовы. Но Иисус говорит, если вы с самого начала заложите правильное основание, то никакие невзгоды, неважно, насколько тяжелые и неожиданные, никакие стихии, налегающие на ваш дом, не разрушат его. Рассмотрим, из чего же состоит это основание. Конечно же, это наша вера в Иисусе, когда мы применяем на практике Его слово. О чем Он нам напомнил в этом отрывке? Иисус говорит о двух домах и их владельцах. Один человек благоразумный, другой безрассудный. Он не заботился о фундаменте. Он хотел поскорее построить дом. Он заботился только о внешнем виде. В современном мире люди уделяют много внимания внешней картинке. Она должна быть блестящей и привлекательной. Это доставляет удовольствие и тешит наше эго. Но Иисус говорит, что все наоборот. Важнее всего прочное основание. В первую очередь, фундамент — это невидимая часть здания. Наша вера во Христа, Слово Божие — это часть невидимого духовного мира. И мы должны стремиться основывать свою веру в этом невидимом мире. Слово Божие является нашим проводником, но есть жизненный опыт, выходящий за пределы Библии. Нам могут встретиться испытания, которые мы сможем пройти, только имея сверхъестественные отношения с Богом. Это наше основание. Могут прийти ненастия, дожди и ветры, и попытаться обрушить наш дом, если он будет неустойчив. В моем жизненном опыте я замечал, что когда люди приступают к границе, установленной Библией, когда они игнорируют предупреждения, данные в Слове Божьем, то рано или поздно их жизнь дестабилизируется. Они просто не могут устоять в бурю. Я видел, как, к сожалению, здания их жизни рушатся и уже не могут восстановиться. Итак, основание — это невидимая часть, над которой нужно работать, искать ее. Параллельный текст в Евангелии от Луки, 6 главе, 48 стих говорит, что разумный человек не строит поспешно, не торопится возвести стены, забывая про основание. Благоразумный человек будет копать глубоко. Библия подчеркивает этот момент. Я хочу вас вдохновить копать глубоко. Углубляйтесь в веру, в исследование Библии, в молитвенную жизнь, в служение. Избегайте поверхностного отношения. Будьте укорененными. Стремитесь к глубоким отношениям с Господом. Пусть вера наша будет глубокой и укорененной. Итак, глубокое, невидимое глазу основание поддерживает все здание. И, конечно же, фундамент должен быть скреплен с остальной конструкцией. А здание не просто покоится на основании. Оно должно быть надежно скреплено с Ним. Наша жизнь должна быть укорененной в вере и тесно связанной с Господом. Нам нужна близость со Христом. Нам нужно пребывать в Нем и укоренить эти отношения постоянством через Духа Святого. Это возможно, потому что Господь всегда дает нам, своим Духом, силы оставаться в близком контакте с Ним. Оставайтесь в Нем. Будьте едины с Ним. Итак, фундамент должен быть скреплен с остальной конструкцией, а та, в свою очередь, должна быть основана на краеугольном камне, который есть Христос. Теперь мы подошли к заключению этого текста. Тут Иисус говорит, что все элементы здания связаны вместе и делают его крепче. И когда придут неожиданные жизненные испытания, устоит дом того человека, который не только слушает, но и исполняет Словом, кто делает то, что Бог сказал ему. Часто бывает так, что мы знаем, что Бог сказал, но не исполняем Его Слово. Иисус сказал, что если вы знаете и исполняете Слово, применяете его на практике, тогда у вас будет основание, причем основание надежное. Ваша жизнь будет нести одобрение, благословение и силу от Бога. И эта сила всегда удержит вас во время испытаний, сильных атак и ударов, которые могут обрушиться на вас совершенно неожиданно. Вы устоите, если практикуете Слово. Ну и в заключении я хочу еще раз напомнить сказанное нам Иисусом. Закладывайте прочное основание и применяйте Слово Божие на практике. Не обязательно все понимать, достаточно применять то, что мы уже узнали. Так не будем же откладывать на завтра, на потом или на другой раз. Иногда нам не хочется напрягаться и прикладывать усилия. Но давайте все-таки будем людьми последовательными, которые в послушании исполняют Слово Божие. И тогда наш дом устоит. Так что смелей. И будьте уверены, Господь и есть наше прочное основание. Помните об этой притче и благословений вам. А я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok